Многочисленные исторические припятии в истории Польши привели к тому, что на протяжении последних двух сотен лет поляки расселялись по всему миру. В настоящее время в Польше проживает 38 миллионов граждан, но по подсчетам за ее пределами может находиться до 20 миллионов поляков и людей, имеющих польское происхождение. Поляков, проживающих за границей, чаще всего называют словом «полония», которое на латыни означает «Польша». Полонии считаются люди, которые родились за пределами Польши, но которые чувствуют свое польское происхождение и связь с поляками. Людей, рожденных в Польше, постоянно проживающих за пределами страны, зачастую называют эмиграцией. В XIX веке большое количество поляков эмигрировало в Западную Европу, в Северную и Южную Америке. Это явилось результатом политических репрессий и тяжелой экономической ситуации на польских землях. С XIX века за политическую активность или за статус военнопленных поляков посылали на тяжелые работы в отдаленные регионы Российской империи. В основном это была Сибирь. В XX веке к уже существующей польской диаспоре в различных частях мира присоединилась следующая волна эмигрантов, особенно после Второй мировой войны. Поляки были первым национальным меньшинством в Советском Союзе, попавшим под массовые репрессии в связи с национальной принадлежностью. В сталинскую эпоху, особенно в 30-х и 40-х годах XX века, сотни тысяч поляков с территории современной Украины и Беларуси были депортированы в Сибирь и Центральную Азию, в основном в Казахстан. Сегодня люди из постсоветских пространств могут претендовать на карту поляка. Документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу. При этом документ не является аналогом польского гражданства. Во время коммунистического правления в Польше люди эмигрировали как из экономических, так и политических соображений, хотя выезд из страны в те времена не был прост. После 1989 года проблематика польской диаспоры стала важным элементом в польской внешней политике. Институтами, ответственными за попечение над Полонией, являются Сенат Республики Польши и Министерства иностранных дел. После вступления Польши в Евросоюз произошла крупнейшая со времен Второй мировой войны эмиграционная волна, которая в основном носила экономический характер. Множество поляков обосновались в западных странах Евросоюза, прежде всего в Великобритании, Ирландии и Германии. Часть из них заявляет, что хотела бы вернуться обратно, что связано с условиями труда на рынке. В мире существует более трех тысяч полонинных организаций. Польская диаспора в США, в Литве, в Германии, в Великобритании настолько большая, что за ее голоса борются политики во время выборов в органы местного самоуправления, во время парламентских и президентских выборов. В Англии и Уэльсе польский язык является вторым по распространенности после английского, а в Шотландии планируют разрешить задавать польский язык во время выпускных экзаменов. В Великобритании магазины с польскими продуктами, в которыми товары с поляки, стали так популярны, что сами британцы стали делать в них покупки. Таким образом, польская кухня попала на английские столы. Очень интересным явлением можно назвать польские кварталы в Соединенных Штатах. Наиболее известные из них – это Яцкого в Чикаго и Грейнпойнт в Нью-Йорке. На улицах слышна польская речь, в магазинах есть польские вывески и реклама. В ресторанах можно заказать традиционные польские блюда. Там развивается интересная культура, представляющая собой смесь польских и американских элементов. Политики из Польши приезжают туда в поисках поддержки избирателей. Сегодня, благодаря современным средствам коммуникации, контакт с польской диаспорой в мире становится все лучше и интенсивнее. Плюс ко всему сильная и сплоченная полония укрепляет позиции Польши в мире. Субтитры подогнал «Симон»!